Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 4 июня, 5 утра. Мы опять с Надюшкой встали ни свет ни заря в очередной раз. Встала так рано, чтобы обработать наконец-то участок от колорадских жуков. Но сегодня, надеюсь, мне это удастся. Мне то дождь мешал, то какая-то погода была ветреная. Развела октору. Сейчас пойду сначала опрыскаю картошку, потому что там ситуация вообще плачевная. Все улеплено жуками. Потом обработаю те томаты, которые уже у меня пропосынкованы и подвязаны, с которыми не нужно. Никаких ручных работ больше проводиться не будет в ближайшую неделю, потому что это все-таки препарат инсектицид, химия. И буду обрабатывать по мере того, как вот 4 ряда у нас готовы, эти 4 ряда я обработаю. Применять буду октору. Сейчас скажу вам еще несколько слов, раз я делаю общие обзоры про подкормки. Выкладываю разные виды подкормок. Как я уже говорила, от легких органических до минеральных с повышенным содержанием азота. И вот очень сегодня утром, прям в 5 утра встала, прочитала комментарии от Ларисы Шарковой, по-моему, что она написала, в прошлом году у вас были такие томаты, хорошие перцы, а нынче пошло что-то не так. Наверное, вы в теплицах ухаживаете, а за остальными томатами не успеваете. С чего человек решил, что что-то пошло не так. У нас нынче такой прекрасный год, даже лучше, чем в прошлом году. В открытом грунте томаты все уже с завязью. Нет, в прошлом году была грядка обмороженных. Грядка потом сгоревших у меня. В этом году прекрасные вот эти вот томаты. А если я показываю слабые и вот такие, как отстающие, то это те, их штук 30-40 всего, из количества 2500 корней. 2500 из них всего 30 или 40 отстающие, те, которые я не успела вовремя высадить по техническим причинам, потому что не было грядок для них. Остальная, вот эта вот вся братва, в этом году такое хорошее состояние. Я наоборот нынче не нарадуюсь. Как люди как-то умудряются воспринимать ситуацию искаженно. Если я показала слабые, отсталые перцы и томаты, то показала только для того, чтобы люди знали, как это исправить, как сделать из вот таких вот дохликов, прекрасных, но у меня таких очень-очень мало. Я просто не боюсь их показывать. У всех такие есть. Я просто их выставила на показ. И теперь действительно, может быть, некоторые думают, что у меня все так плохо, что такие слабые, отстающие. Да нет, у нас в этом году прекрасная погода. У нас растения в наилучшем состоянии. О, опять чужая кошка пришла. Все у нас в этом году хорошо. Вот нынче у нас, я говорю, подарок от природы получили, хорошую погоду. И даже все лучше, чем в прошлом году. Но из-за этой же теплой погоды очень рано появились колорадские жуки. Поэтому я иду их сегодня обрабатывать. Про подкормки буду дальше сегодня рассказывать. У меня целая неделя, ну вот эта неделя, вся неделя будет подкормок. Это не значит, опять же, сейчас объясняю для тех, кто подумает, что я постоянно делаю-делаю подкормки. Это не значит, что я по несколько раз подкармливаю одни и те же. Просто так, как я одна, все идет, это очень-очень медленно. Я один день одну грядочку подкармливаю, другой день, вторую грядочку подкармливаю, третий день, третью грядочку. Вот это вот мое пышное томатное поле, вообще еще не тронутое от цивилизации, это девственно чистое поле. Здесь еще ничего вообще ни разу не касалось, моя рука, ну кроме, конечно, посынкования. А, и про то, что я не успеваю ухаживать за томатами. Вообще у меня томаты все ухоженные, все пропосынкованные, подвязанные, все политые, с капельным поливом. Так что не расстраивайтесь про мое растение, что что-то пошло не так, все у нас идет так. И подкормки. Сегодня будет самая интересная подкормка. Это то есть буду подкармливать теплицу с подогревом, где уже сформированные плоды, огромные, большие, взрослые. И там подкормка будет совсем другая. Если здесь я говорила, вот для середнячков просто комплекс НПК с равными долями. Для хиленьких там вот на ступенях с повышенным содержанием азота, то в теплицах, вот в этих двух, где уже здоровые плоды, будет подкормка вообще без азота. Вообще без азота, но там будет уже добавлен магний, бор, кальций. Вот про кальций многие интересуются, когда будете вводить кальций. Вот сегодня будет подкормка со всеми этими веществами. Как всегда, закругляюсь очень быстро, потому что солнышко быстро всходит. Нам надо сейчас, да, Надюша? Быстренько с Надюшей мы все пойдем обработаем. Бедная кошка-то в 5 утра встает со мной, спать ей не даю. Все, до свидания. Желаю всем хорошей погоды. И чтобы все пошло так. Еще лучше, чем в прошлом году. Не удержалась, прям, чтобы не показать вам жуков. Конечно, в 5 утра жуки еще спят, но все равно их много на каждом кустике. Субтитры сделал DimaTorzok